Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава Евангелия от Марка. Читаю свой перевод для библейского портала «Экзегет». Первая глава довольно большая и насыщенная событиями про начало служения Иисуса. И кажется, это полный триумф. Вокруг него собираются толпы, он исцеляет, изгоняет злых духов, все об этом слышат. Он не велит рассказывать, но, конечно, все рассказывают. У второй начинаются проблемы. Спустя несколько дней пришли они в Капернаум, и люди прознали, в каком он доме. Капернаум — это одно из селений в Галилее, довольно большое. Собралось их так много, что не оставалось места, даже к дверям было не пробиться, а он обратил к ним слово. То есть, смотрите, он проповедует, он рассказывает, Иисус возвещает приход Царства Божьего. А люди-то зачем собираются? В основном по одной причине, он исцеляет. И приходят четверо, несут разбитого под лечом человека, только подойти к нему из-за толпы не могут. Ну, понятно, каждый стремится быть поближе, каждый хочет свой кусочек благодати. Тогда они, те, кто принесли, разобрали крышу прямо над ним, проделали отверстие и спустили парализованного прямо на постели, как он и лежал. Смотрите, они ломают чужой дом. Они, очевидно, не в состоянии пробиться, то есть просить людей, дайте пройти, у нас тут человек, которому очень нужно получить исцеление, но он сам не может проталкиваться, мы его пронесем. Нет, 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 никакой солидарности, ничего этого нет. Они просто вот ломанулись все толпой, да, и они находят выход, даже вот ценой порчи чужого дома. Увидев их веру, Иисус сказал парализованному, наверное, много можно было сказать о такой ситуации, что же вы наделали-то, а? Как же вы относитесь друг к другу? Сказал парализованному дитя, тебе прощаются грехи. Он вообще-то не за этим пришел, его принесли за тем, чтобы он получил исцеление. Прощаются грехи. То есть это важнее, это больше, это лучше, опять-таки, увидев их веру. У нас, конечно, Павел будет очень долго и подробно описывать, как исцеление человеческой смертности и греховности, то есть спасение приходит по вере, но даже здесь вот это физическое исцеление приходит по вере, причем по вере не самого человека, а тех, кто его принес. А вот они проявили солидарность. Никто в этой толпе не хотел расступиться. Они сделали все, что было можно, даже то, чего сами, наверное, от себя не ожидали. Крышу сломали. И вот если это есть, если есть вера, которая не просто в таком, знаете ли, эмоциональном настрое, не просто в таком рассудочном понимании догматов, там, обрядов, обычаев, чего-то еще, а в действии, да, если она в солидарности с другими людьми, то да, она приводит к тому, что прощаются грехи. Если вы повели себя так по отношению к этому человеку, говорит он, тем, как Рышу разбирал, то я тем более. Вы для него как потрудились. Неужели я не сделаю для него ничего? А там сидели некоторые книжники, и вот они стали рассуждать в сердце своем. Всего лишь в сердце, пока что никакого у них нету такого разговора. Что он такое говорит? Богохульство. Кто же может прощать грехи? Только Бог. Вообще-то они правы. Кто может прощать грехи? Могу ли я простить грехи другому человеку? Конечно, нет. Я могу ему помочь в чем-то, да. Если врач, то даже, наверное, вылечить его от болезни. Но не это. Иисус сразу духом своим понял, что они так раздумывают про себя и говорят им, что это рассуждаете вы в сердце своем? Как проще сказать парализованному, прощаются тебе грехи? Или же сказать, вставай, бери в свою постель и ступай? А, кстати, как проще? Вставай, бери в свою постель и ступай. Человек либо это сделает, либо нет. Все станет ясно. Это сказать сложно. Это сказать, значит, подвергнуть себя риску. Оказаться лжепророком, вруном. А прощаются тебе грехи? А как это проверить? Ну, сказал, прощаются тебе грехи. Другой человек сказал, ура, ура, мне все грехи простились. Но нет никакого объективного доказательства, что это так. А вот он либо встал и пошел, либо не встал и не пошел. Это сразу ясно. Но чтобы вы поняли, у сына человеческого есть право прощать на земле грехи. И тут он говорит парализованному, тебе, говорю, вставай, бери в свою постель и ступай к себе домой. Тот у всех на глазах поднялся, сразу подхватил постель и отправился домой. То есть, смотрите, логика, которую здесь применяет Иисус. Я говорю, что его грехи прощены. Если это богохульство, если я присваиваю себе, чего не должно, конечно же, Бог меня не услышит. А, конечно же, никакого чуда не произойдет. Но я говорю ему так, чтобы только это было значимым сейчас. Тебе прощаются грехи, ты больше не грешен. А то, что ты становишься здоров, это просто следствие. Это просто бонус такой приятный к прощению грехов. Но он зато проверяем, в отличие от прощения грехов. И вот я тебе говорю, проверь, дан ли тебе этот бонус. Вставай, иди домой. Тот встает и идет домой. Значит, Бог его слушает. Значит, да, грехи этого человека прощены, хотя мы этого не видим. Но почему тогда было не начать, бери свою постель, иди домой? А потому что это менее важно, чем прощение грехов. Потому что здоровье — вещь такая, скажем, не переходящая в вечность. А греховность или отсутствие грехов — это то, что уже в вечной жизни может значить. Все этому изумились и прославляли Бога, говоря, что никогда не видали подобного. И те, кто был недоволен, некоторые книжники должны были замолчать. Ну, что теперь делать, да? Снова отправились они к морю, вся толпа следом за ним, и он их учил. Учил, прежде всего учил. Чудеса — это лишь некоторое подтверждение, закрепление пройденного материала. А главное — учение. По дороге увидел он Левия, сын Алфея тут сидел и собирал пошлину. Ну, как тогда было устроено, сегодня всякие у нас есть акцизы, НДС. Тогда просто сидели эти самые мытари, сборчики налогов, на больших проезжих дорогах и собирали деньги с товара. Собирали как бы вот налог с товара, которыми мы их провозили. Он этим и занимался. Ну, и понятно, что никто не любит налоговиков, и вообще те, кто собирает средства с людей, а эти еще и часто подворовывали, себе в карман все собирали. Тем более, что налоги налагала римская власть чужая, оккупационная. И он, смотрите, прямо он и коррупционер, он и пособник оккупантов, он и вообще неприятный человек. Ну, вот рыбаки, то ли дело рыбаки, да, вот первые апостолы, они трудяги, они молодцы. А вот сидит тот, на кого прям плюнуть хочется. Вот такой он, нечестивый. Тот сидел и собирал пошлину. Он ему говорит, пошли со мной. Тот встал и пошел за ним. Вот вам еще одна скандальная ситуация. Во-первых, он исцеляет, прощая грехи, а к тому же еще, небось, и в субботу. Но это отдельная история. Во-вторых, он призывает к себе вот такого нехорошего человека, мытеря. Неужели нельзя было как-то обойтись без скандалов? Вот почему-то нет. Потому что Царство Божие, это не просто, когда все здоровы и счастливы, а даже не просто, когда все с Богом и у всех грехи прощены. Это еще, когда исчезает разделение. Когда исчезает, а вот с этими мы не дрожим, а вот так говорить нельзя, а вот этого не положено, а вот этого не будет. Вот когда все это исчезает, тогда, возможно, Царство Божие. А когда Иисус остановился в его доме пообедать, мало того, что он его позвал, но еще в его доме остановился пообедать. Вообще приличные люди в дом к мытарям не ходят. Ну, вы пойдете в дом к коррупционеру, к какому-то проворовавшемуся чиновнику, есть еду из его рук, которую вот он приготовил на деньги, сворованную простых людей. Останялся в его доме пообедать, присоединилось к нему его ученикам, много мытарей и грешников. Да, было их много, они ходили за Иисусом. То есть такие же налоговики, да, да и просто люди нечестивого поведения. Ну, и вот они там себя почувствовали дома у одного из своих, да. Может быть, в дом к каким-нибудь книжникам их бы близко не пустили, выпинули бы оттуда быстро. А к этому можно, да. И вот они присоседились. И это плохо? А книжники Ефрисей, видево за одним столом с грешниками и мытарями, говорили его ученикам, что это он с мытарями и грешниками за одним столом? Плохо, говорят они, очень плохо. Иисус это услышал и отвечает им. Нездоровым нужен врач, а заболевшим. И я пришел призвать не праведников, а грешников. Смотрите, всю дорогу к нему приносят заболевших. Но заболевших физическими болезнями, там, парализованных и прочих всяких, да. И он их исцеляет. А духовно это все то же самое. Вот если человек абсолютно здоров, и он такой праведник замечательный, ну и пусть он в этом живет и радуется жизни. А вот больные-то, они нужны, им нужен врач. Нездоровым нужен врач, а заболевшим. И я пришел призвать не праведников, а грешников. Конечно, книжники и фарисеи, люди, которые себя ведут праведниками в этой ситуации. А еще были ученики Иоанна и фарисеи, они постились. Пост это, как правило, в те времена отказ от еды. Вообще полный. На короткое, конечно, время, нелезадолго не есть. Но сутки, например, человек ничего не ест и даже не пьет, что в том климате тяжело. И вот как раз был, видимо, пост. Мы точно не знаем, что это было, какая-то причина. Ну, есть там, скажем, день умилостивления, емкий пор по-древнееврейски, когда это положено. А может быть, какая-то особая причина. Может быть, они фарисеи, по крайней мере, некоторые постились два раза в неделю из благочестивых соображений, то есть вот упражняли свое воздержание. И вот, конечно, когда постишься, не хочется видеть, как другие там роскошно идут. Приходят они и говорят ему, а чего это ученики Иоанна и ученики фарисеев держат пост, а твои ученики не держат. Вот, смотрите, просто есть какие-то правила. Вот надо этот пост соблюдать. Вот твои ученики не соблюдают. Объясни. Ответил ему Иисус, да ведь не могут друзья жениха, когда жених с ними поститься. Все это время, пока остается у них жених, неуместен для них пост. Но приходят они, когда отнимут у них жениха, тогда они будут поститься в тот самый день. Свадьба. Кто постится на свадьбе? Это праздник, это радость, это время пира. И вот жених с гостями. Никакого поста не будет. Жених — это, конечно, он сам. Ну и вообще, вот как устроена эта, скажем так, вот традиционность, которая требует от человека соблюдения строгих и определенных правил, и приход Царства Божия, которое внезапно, которое нарушает, ломает все сценарии. Не ставит никто заплатки из свежесотканной ткани на старый плащ, а не то лоскут этот, сядет и потянет старую ткань, только раздерет ее дальше. И никто не наливает молодое, недобродившее вино в старые бурдюки, а не то лопнут бурдюки и сами пропадут, и вино вытечет. Нет для молодого вина, и бурдюки нужны из новой кожи. Ну вот заплатка, которая может только разодрать ветхую ткань, это более понятно. Про вино может быть менее понятно, потому что у нас все-таки в наших краях редко занимаются виноделием, и вино молодое бродит, оно выделяет газы, расширяется, поэтому его надо наливать в новые бурдюки, кожаные мешки, для того, чтобы эти еще эластичные мешки могли растянуться, могли вместить вот этот новый объем. А старые, они уже такие задубевшие, они только порвутся. О чем это? Конечно, о том, что старые ожидания, старые формы, старые представления должны измениться, и для того, чтобы принять эту весть о царстве, они должны каким-то образом смениться чем-то новым, молодым. Нет для молодого вина, и бурдюки нужны из новой кожи. Вышло так, что субботним днем проходил он через поле, спасибо, и стали его ученики по пути срывать колосья. Ну, вообще, можно было, конечно, просто брать и срывать колосья на чужом поле. Это дозволялось, нельзя было сжать урожай. А Моисеев закон специально дозволял срывать колосья. Ну, что там руками нарвешь, так только погрызть по дороге. Причем, понятно, что они грызли сырые зерна, это уж совсем было тяжело, но, видимо, оголодали серьезно. А фарисеи ему говорили, смотри, они делают в субботу, чего нельзя. В субботу же нельзя заниматься работой по Моисееву закону. Значит, они сказали, это работа, это жатва. А что мог сказать Иисус? Я им разрешил. Или, да ладно, вам не придирайтесь, мелочь какая. Или что-нибудь еще. Он идет наступление, он оспаривает сам их подход. Он им отвечал, а вы разве не считали, что делал Давид, когда была нужда, когда проголодался он сам и те, кто был с ним. Как вошел он в храм Божий при священнике Авиафаре, как ел освященные хлебы, их не положено есть никому, кроме священников, и даже дал их своим спутникам. Эта история рассказана в Первой книге Царств, там, правда, первосвященник Ахимеллах, Авиафара, следующий. И, соответственно, Давид просит у него еды, и тот дает ему хлебопредложения, которые выкладывались в скине и перед Богом, их должны были съедать священники, когда они уже зачерствели, когда уже не нужно, чтобы они там лежали. И получается, что он нарушает этот самый первосвященник, причем добровольно и осознанно какой-то очень важный запрет, какое-то существенное ограничение. Причем здесь это? Но они срывали колосья, это мелкое даже не то, чтобы нарушение, неоспорное, скажем так, действие. Вот есть примеры, когда голодный человек или тот, кто помогает голодному человеку, нарушил гораздо более серьезный запрет. Потому что эти запреты, это некие формальные правила, которые важны, нужны, интересны, но не они регулируют жизнь, не они главные. И добавил, суббота, она создана для человека, а не человек для субботы. Сын человеческий, он господин и над субботой. Суббота важнейшее установление Моисеева закона, пожалуй, соблюдение или не соблюдение суббот, вот для тех времен, это какой-то главный рубеж, который отделяет иудеев, которые следуют своему преданию, вот тех, которые не следуют, в общем-то, от язычников фактически, да. И вдруг оказывается, что суббота носит вторичный характер, что не она главная, что суббота — это средство, а не цель, а средство можно использовать по-разному. Вот, оказывается, как. И вот возникает главная тема конфликта, да. Претензии, которые предъявляют к нему книжники и фарисеи, как-то все не по форме делается, не так, как бы мы хотели. И его подход. Человек господин и над субботой. Человек сам решает, как и что. Да. Конфликт этот трудно разрешить какими-то мирными способами, но мы уже знаем, какими он будет разрешен. В следующих главах будем читать, как он нарастает. Продолжение следует...